Суннитская террористическая группа ISIS погружает Ирак в хаос. Такие заголовки появляются сегодня в западных средствах массовой информации. Они представляют боевые действия в Ираке, как конфликт между мусульманскими течениями суннитов и шиитов. Но идет ли здесь действительно речь о религиозной войне? Этот вопрос мы хотим выяснить в этом медиа-комментарии. Приветствуем вас, уважаемые дамы и господа! Многие эксперты по исламу не относят ISIS-террористов к настоящим суннитам. Некоторые даже доходят до того, что говорят о них, как о немусульманах. Причиной такой оценки прежде всего является поведение этих людей. В последние дни эта группа с гордостью представляла в интернете фильмы о проявленной ими жестокости. В одном фильме показывают террориста, как он ест человеческую печень. В другом ужасное убийство 1700 иракских военнопленных. Еще один – убийство суннитских священнослужителей, которые не хотели дать клятву верности ISIS-террористам. Женщин насилуют, шиитов беспричинно убивают. По разъяснениям эксперта по исламу доктора Кивина Барретта, этими поступками они нарушают всякое мусульманское учение, потому что традиция ислама основывается на толерантности, взаимном уважении и мирном совместном проживании различных племен и религий. К применению силы прибегают только в крайнем случае. Исламский ученый доктор Джон Эндрю Морроу следующим образом описывает взаимосвязи. Я цитирую. Многое, что называют джихатом, то есть священной войной, не основывается на исламе. Особенно если посмотреть, кем он финансируется, кто его поддерживает, кто за ним стоит. Западные страны уже давно используют боевиков джихата и исламистов, чтобы продвинуть свои имперские цели. При этом пехотинцы часто думают, что борются за ислам. Но если посмотреть точнее, то можно понять, что они продвигают дело врага. Конец цитаты. Мусульманский аналитик Заид Хамид идет еще дальше и говорит, что ультрарадикальные группы, которые дестабилизировали Пакистан, Сирию и Ирак, находятся вне исламского сообщества и даже ведут войну во имя сионизма и империализма, который направлен против ислама. Доктор Кевин Барретт поясняет, что в 2003 году вторжением США в Ирак была предпринята реализация плана полного развала страны и всего Ближнего Востока за счет накаливания этнических и религиозных различий. В этой взаимосвязи американские интервенты с помощью инициированных терактов ввели и распространили религиозное мировоззрение шииты против суннитов. Дорогие зрители, религиозные противоречия всегда создавались для того, чтобы разделить мир на непримиримые части. Стабилизирующим фактором в этом мире было бы мирное совместное проживание людей с различными религиозными взглядами и мировоззрением. Все более очевидным становится то, что господствующая элита на этой земле вообще не заинтересована в стабилизации и мире, но, напротив, стремится к стратегии разделения, разрушения и ненависти. Когда по религиозным, политическим или экономическим причинам этой элитой дестабилизировалась обстановка в стратегически важном месте, сразу же начинались так называемые гуманитарные войны США и их союзников. Для якобы спасенных из хаоса стран и их населения результаты были без исключения катастрофическими и служили только господствующей элите. Будьте внимательны и открывайте вместе с нами эти жестокие и лживые действия. Посмотрите также и короткий фильм, как функционируют современные войны, чтобы еще лучше понять описанные действия. И распространяйте эту важную информацию. Доброго вам вечера!